20 августа губернатор Игорь Руденя провел встречу со спортсменами, которые представляли Верхневолжье на недавней Олимпиаде. Они не только еще раз вспомнили самые яркие моменты игр в Токио, но и обсудили актуальный вопрос развития спорта в Тверской области. Во встрече с главой региона приняли участие серебряный призер Олимпийских игр Василиса Степанова, а также ее коллеги по национальной сборной Александр Сергеев, Дарья Клишна и Артем Кузахметов. На чаепитие также пригласили наставников погребали Александра Барендакова и Светлану Тяпкину, тренера областной федерации карате Екатерину Зинкееву, учителя Максатьхинской средней школы номер один Ирину Розову. Все они поблагодарили спортсменов за то, что те завоевали право участия в Олимпиаде. Все для вас болели, все переживали, молодцы. Все, конечно, понимают прекрасно такое непростое положение, состояние, когда не можешь одеть свою родину в форму, не можешь под своим родным флагом выступить. Конечно, это очень непростая, в том, очень непростая ситуация, но я уверен, что от этого вы только сильнее. Напомним, Василиса Степанова завоевала вторую в истории Тверской области олимпийскую награду в академической гребле спустя 45 лет после Олимпиады в Монреале, где Дмитрий Бехтерев в составе экипажа двойки распашной с рулевым также завоевал серебро. Девушка признается, что даже находясь за тысячи километров от дома, всегда чувствовала поддержку тверичан. Хоть мы гонялись ночью, но все равно и писали, и звонили, и потом вместе со мной радовались, и плакали, и смеялись. Это все очень ценно, и мы, конечно, ощущали всю эту поддержку. Спасибо всем большое. Всего доли секунды не хватило до Олимпийской бронзы Александру Сергееву и Артему Кузахметову, которые выступили в составе байдарки-четверки на дистанции в 500 метров. Полученная в квалификации травма, к сожалению, не позволила Дарье Клишиной показать в Токио свой лучший результат в прыжках в длину. Сейчас наша землячка планирует пройти реабилитацию. Несмотря на то, что тверичанка львиную долю времени проводит за границей, она всегда чувствует связь с родным Верхневолжьем. Мои корни всегда здесь, моя семья здесь, родители здесь живут. Я всегда очень рада возвращаться, и мне также радостно слышать, что у нас все-таки развивается спорт, потому что подрастающее поколение — это очень важно. Мы все хотим также потом наблюдать через 10 лет, что из нашего города завоевываются медали, и, конечно же, только положительные эмоции. Сегодня в составы сборных команд нашей страны входит более 200 представителей Тверской области. Поддержку получают 208 спортсменов и тренеров. В Верхневолжье создают современную спортивную инфраструктуру. Особое внимание уделяется гребному спорту для продолжения победных традиций нашей школы. В Твери и на Волге завершается строительство современной базы для занятий академической греблей. В следующем году аналогичный объект, но уже для байдарочников и каноистов, появится неподалеку, на Тверце.